11 часов 04 минуты пока я тут снимал рюкзак минута прошла ну вот начало очередного приключения тут же обнаружил стекла буквально сел передохнуть это вот мой скромный скраб причем это не полная комплектация для сплава это я вышел на обкатку лодки пока проверить новый моторчик 7 дюймовый винт у него на 6 шаг как оказалось нашел я сижу курю вот сейчас от дома просто без перекура вот вчера мне бог послал вот этот вот аппарат махнул не глядя причем очень было весело ходил к товарищу просил его помочь мне дотащить буквально до берега а выхожу обратно и стоит у него на помойке туда шел не было вот такой вот аппарат прям поистине бога елки-палки в любого ну в подиу точно наши амурские духе воды а товарищ был ответственен за шашлыки спиртное но оказался сукиным сыном в общем вся в носу ковыряет плачет говорит я не спал всю ночь и никуда не хочу ну короче ладно боится что спор проиграет потому что мы спорили даст лодка пятнашку или не даст то есть принципиальный вопрос в одного человека с этим мотором причем он усиленно доказывал что она 10 не даст ну как бы а здесь у меня находится вот на этом рюкзаке который в два раза больше чем моя старая лодка питерский уродица тайм-триал под названием катабай 2 вот видите тайм-триал моторчик кстати тоже неплохой почему уродицы об этом несколько позже что-то мне вспомнилось так три четверки называли сделанные в горьком сурмовский уродиц на заводе сурмова сорок втором году когда не было не детали нихера то сделали танки лишь бы сделать на бензиновых движках то что дизеле еще не было достаточном количестве вот чем-то вот катабайт напоминает как бы перспективность и привлекательность по не ладно все перекурил я почему-то ветер начался вот ходил я по 9 часов еще брал продукты тут мелочевку всякую потому что есть возможность вдруг придется ночевать на реке но это продолжение темы будет вот значит было штильно и солнца не было сейчас солнце но не жарит и ветер подниму ветер попутный кстати против течения мне как бы удобнее чем по течению идем туда к реке короче вот такие отличные улицы города и благоустройства и прочие дорожки пешеходные аппарат завязать грязи даже 4 воды не спасает поэтому я часто понесу на руках он ехать отказывается кинул рюкзак вот там за поворотом не думал что еще один привал придется делать зато видите колючая проволока все как надо охрана с такими жопами ну ладно хоть пройти дают не орут страна дураку хотя он гаражи стоят вот уже берег вот осталось чуть-чуть вот это с которой я делал много раз репортажи свеже насыпанный год назад куча а вот он я с вами юрич комсомольск по катушке на амуре но форма айна сормовского на питерском уродце катабай 2 за что это место не люблю хотя это с детства постоянно пляж был раньше вот видите куча стекол всякой херни то есть куда не вступили здесь стекло причем мелко набита такое ощущение что комсомольчане это такая ментально задались целью все засрать набить как можно больше стекол уроды количество уродов охеренно большой просто нормальные люди прибрали бы полезно при том что раньше вот тут было благоустройство урны стояли то есть проблем убрать за собой вообще не было это сейчас новый мэр отмывает бабло видите все разломал вот убрали дерево частично сожгли ну классный аппарат у него снизу еще отделение 5 литровая канистра вылезает то есть нагружена 25 килограмм 14 килограмм мотор ну и по мелочи всяких вода чуть-чуть там еще вот палуба чуть-чуть кусок самодельный сумочка с видео газа всякими причиндалами ложками чаем нормально вот про ветер я говорил какой ветер хороший вот юноши на яхтах против даже не юноши даже очень даже хотя на вид все равно молодой а там по моему женщина или девушка сидит шикарных пионер ну а мой пионер вот он вот он сложенном виде значит 25 килограмм примерно ну тут я нагрузил по тридцатку потому что тут и туфли мои водяные вот еще куча лежала всего из-под жилет мешке три килограмма два килограмма килограмм спальни кирог 900 грамм тент короче пятачок наберется вода там термос так что нормально но рюкзак неудобный почему там нормально они не смогли сделать два сверху кольца сделали на одно кольцо и он шатается бьет его унести метров потом умираешь поэтому я потный был без поясного и подвязки то есть примитивно еще рюкзак хотя бы сделали вот добавку так транец пока убираю и сейчас я немножко поясню уже на дне какие-то а нет это волос вот благодаря чудо техники сейчас мы достаточно быстро я уже говорил кто хотел узнать про чудо техники в курсе до вот 5 ампер 12 для подстраховки обычно поэтому это было дом от стекол кое-как от шплёп хотя вот все равно торчат не раз здесь не разбивал бутылки тем более банки консервные каждый раз пристаешь и удивляешься процесс спориться но не рекламы ради а ради чувства врожденной справедливости вот ли баллона я уже накачал надо рукой одной придерживать клапан насколько быстро с нуля полностью эвакуумированный баллон откачивал этим же насосом быстро он надувает засекайте по времени минуты полторы полторы полностью не накачиваю накачают среднего давления потому что буду чтобы нервала накачивать до полного прям на глазах лодка принимает нужный вид выключаю потом минуты нет даже минута то есть 4 баллона 5 минут переключения про 4 баллона я конечно немножко и в тему ляпну и плюс аэрдэчная сидушка у меня с двумя клапанами но это вообще в полпинка но она все равно и докачивать надо то есть она не жесткая к даю то есть электрического на полную не хватает накачать приходится докачивать разный ну может надо или мощность больше сапонит он сильно не хватает ему давление все устанавливает ранец корабль принял соответствующий вид скажу честно тут очень сильно воняет тухлятина еще какой-то мусор кто-то собрал и он тухнет поэтому надо отсюда быстрее сваливать хотя бы вон туда он повыше где я а вообще у меня за мостом компания знакомая где-то там километрах в десяти выше рыбачки в принципе бензина должно хватить до них дайте то есть это такой план макс сейчас я ставлю палубу блять думаю что такое какой-то мудак вот бросил я не видел огонь это все летит на меня так извините мой французский значит я быстро на воду и собираюсь ухожу вот сейчас поставлю посмотрим отзирайте на следы разбитые урны бордюры то так благоустраивали какие-то бозоны еще урны вот так деньги отмываются это я себе за пакетом не пошел который унесло я не снял но в принципе все корабль практически к испытаниям готов к бою походу пока не готов ветерок умерен яхты уже вон стыдно сказать уже вон там на входе в затон прошло где-то полтора часа может чуть меньше час двадцать пока ковырялся но не спеша еще пока бензин разводил маслом заливал тут еще или сейчас вот подумаю как мне закрепить вот это топора все масло ставим сюда канистры прочих заряжу вот в принципе корабль уже в рабочем виде мимоходом так все накидал уже не кажется пустым нос утяжелел как в общем будем сейчас испытывать оферительно радостный момент завелся с полпинка так секундочку меня ветром опять я сейчас нахватаю мусор можно грести на течение извините что так снимаю потому что меня блять ветром сдувает вот все масло и кончаю удерживаться выключаем поехал на полосок ну вот дорогие мои зрители юрий первый раз жизни под своим мотором ходит на своем моторе ну пусть вас не пугает это коляска кто смотрел сначала знать что ее послал бог это почти что талисман вот великолепный микаса четверочка короче ну зверь аппарат выходит на грязь лодка в принципе на максималке это еще не максимум сейчас она плавно и выходит на грязь на подхвате вот сбрасываю резко видно садится вот как бы ништяк то есть нас поднимается все еще поиграться с винтом но винт хороший но имеет может смысл поставить все таки мне винт на 7 дюймов попробовать хода ну вот мне надо на холостом ходу вот видно что здесь глубок улова я вам хочу к этому песочку сейчас пристать ну а потом может пойду туда к мосту сейчас позвоню товарищу еще тут в принципе непонятно как и что это вот лодочная у нас раньше был затон отсюда ходили паром ну даже вот на малом газу она по малеку по малеку но против течения пять километров в час перегребает хотя ветер конечно помогает парусность у лодки очень большая честно скажу непривычно но в общем урод сам я его назвал он действительно есть такой но он так это по-доброму короче определенные недостатки есть пока еще не понял точно какие поэтому ругать сразу все не буду скажу четко что под мотором она вот под этим уже рискнует кувыркнуться то есть при неправильной загрузке на пятерки можно в общем-то оверкильнуться поэтому кто хочет фестивалить большое внимание дифферентовки лодки и всему остальному безопасности там потому что по свинтом просто не порубал потому что как бы ну метр ширины 96 сантиметров он это мало тем более они не полные в воде сидят если его грузить надо у меня увидите даже торчат эти упоры поэтому на них не упирая конусный и как бы упор воду при вот на волнение я там на перекате где-то у ветер сейчас закрывает остров меня от ветра там волна и конечно это жутковато немного то есть он на волну заходит пришлось четко рули ну как бы в на амуре и на большой лодке шторм жутковато я почему вчера никуда не пошел затмение а во вторых большой этот самый вот люди там отдыхают ну чувствуешь себя конечно плане каком плане не боязни залома в перекатах теперь человеком ну я так думаю надо попрактиковаться на большой воде никуда не спешить тут еще надо мне поиграться с этим с натяжением сделал я сильно плавный ход мотора и он норовит как бы зигзаги такие делает опасному может как бы чуть-чуть передавишь его перекрутишь ручку управления работает изумительно то есть проблем нет не мерил сколько от воды честно не до этого хотел взять рулетку нужно думать плыву и как-нибудь в этом померяю в более спокойной обстановке чем на берегу там и там просто вонь кажется там мертвые толстолобики вот нужно к этому песку сходить тоже как бы откуда я сплавлялся кто помнит мои фильмы вон вода напорван там у моста ждем он ждем ос я могу так долго ля-ля-то поля ну еще раз сейчас холостой поставлю вот поставил холостой да вот герой значит микасо интрастри четыре силы ну 80 кубов фактически это но не совсем тройка форсированная потому что у него металла побольше на килограмм как бы потолще все таки он это помассивнее чуток чем тройка ну собственно но и нужен такой пятерка просто у меня горб как бы как у верблюда будет поэтому вот на скорость ставлю чувствуется что идет то есть вот то что надо мне для катера то есть чтоб он стоял на течение спокойно кстати вот чё радует что здесь он прям ровно стоит это плюс лодки конечно без рулей без всякой подрульки вот я поставил против течения на холостом и он в принципе ровно идет как то есть вот держит курс как ни странно каяк в чем я был не уверен ну минус как раз другой что он поворачивает очень тяжело особенно с ведром инерция то есть вот на этом весле я его провернуть не могу весло первых короткое ух ты вот испужался сейчас я хочу поставить как бы вот чтоб он ровно шел чуть-чуть криво поставить ну то есть вот чуть-чуть его вгрузить как я хочу чтоб конусы притоплены были и будет нормально нарушаю конечно ну ладно зажимы вроде держит конечно надо цепь сюда пропустить еще или веревку капроновую ну тем не менее сейчас я просто посмотрю сколько по времени сколько я сточил бензина вот самая высокая гора чалба видно вот она вот у течение меньше ветер сразу лодка рванула вперед и я так там даже он снег выпал вроде или лежит еще снежники старт ну и мой 66 вон домики там гаражи мои пятиэтажки конечно не видно но тем не менее знакомый пейзаж ну как он приятен не зимой до летом гора могло и 1300 метров вот далеко 40 километров отсюда ну виды виды сами понимаете была камера покруч так тут вот водоворот какой я так помаленьку вышел на течение там остров но там мелко плюс и тут протока уходит под мост в общем весело рассекаю блин от души ой пить хочется от всего прочего ну все сейчас обзваниваю мой могу конечно не знаю прямой фирме интернета малый сейчас у меня тариф без интернета ну как бы не знаю можно зарядить кинуть 200 рублей но что-то не успел нам надо было разбираться вот это вот меня пугает лево-право конечно ручка газа неправильно сделано на мой взгляд потому что против часовой стрелки ходит не знаю может привык на мотор мне ни хера неудобно но приемистость очень хорошая то есть и при этом запас инерции в конце как бы лодки набирает то есть вот приемистости рвет она ух как хорошо а ну тут течение меньше соответственно на глис вообще вышел и попер ну на глиссе конечно опасно она гуляет сильно легкая лодка и утяжелять надо на глиссе блин она и с парусностью просто теряешь управление не можешь ожидать куда она идет и как бы привычки не тащить ну шумность вообще потрясающе низкая мотора вот слышно на холостом я его в принципе перекрикиваю да и газ в общем то я думал рычать будет сильнее ну слава богу как бы в отличие от меркури пердящих и прочих то есть вот у них как бы чем мне не нравилось что их их слышный и как ни странно воняет меньше бензином то есть зажигается хорошо это как бы по запаху слышно бывает лодку с херовым мотором что выхлоп она уехала выхлоп висит еще сейчас я вираж попробую легонько не буду крутить сильно потому что катер правда не склонный к маленьким виражам в отличие от каратышей лода соотношение размеров диктует как бы свою технику движения да по течению вообще будет шустроить плюс течение там пятнашка будет спокойно а то и два сашка не успеешь оглянуться как уже на берегу о как он бьет волны да волны хорошие жень спасибо тебе лично вот потому что как бы ты меня как вчера обрадовал поддержка и все прочее соответственно я так успокоился просто пошел хорошее масло купил как раз покупал хорошее масло думаю надо все таки купить полусинтетику на обкатку моду потом хрен знает на чем ездить ну так как бы не жаловаться что двигатель не так обкатан блин вообще домой не охота к самоизоляции куда-то там как они даже не охота усилители паять просто после дождя и вчерашнего и вот дня такого сурового он люди уже загорают шорты прям с утра было прохладно конечно ну мне его не догнать конечно куда-то дай бог бы свое увести но двоих потянет даже на лучше чем 1 мне самому интересно я толком не могу здесь посмотреть надо переставлять ранец либо его вперед подвигать либо подвигать назад неудобно чуть-чуть на глаз таял и как-то не рассчитал но аппарат махнул не глядя блин ну пять минут можно прогазовать ну вот он на глист вышел ох сразу ведется по другому руль арумпель блин надо чуть-чуть его затянуть сильно резкая водоизмещающий результат на пятерочке наверно все летать будет но пятерочка тяжелее и в поворотах будет конечно опасно это не везла конечно, что там говорили, везла сушатся ну вот зайду в этот затяжок, наверное, размять ноги попить, отлить лишнего, ну и вообще тенечек от ветра хорошо закрывает так, там только вот коряги есть сейчас придумаем, может выше туда, к залому тут по берегам очень глубоко, вот примерно такими уступами идет берег а тут вот плавно, хотя тоже умеренно плавно но тем не менее купаться классно, рыбачить и все остальное хотя я тут не любитель, я дальше плавал, ходил ну, тем кто не был в Комсомольске, это экзотика, конечно а нам вот это уже надоело хотя соскучились, соскучились так, ну все, наверное, тут песок все, вырубаем холостой ход секу, сдергнули пока какая тишина, вот оцените просто сказка ну, бензинчиком подванивает, конечно, слегонцов тут я, наверное, больше себе на руки пролил ой, блин, сейчас вот, вода, конечно, так ну, можно купаться, 14-15 градусов все-таки июнь уже, не май не 7-8, не мая ладно вот сюда сейчас подгребаю вон колышек есть, привязался, поехали какая чудная природа, погода, да, вот песочек ой и неопреновые носки единственное, что я не сделал, до ума веревку я забыл ну, ладно все, вспотел, жарко ветровик надел не промокашку, думал, жара будет а в итоге сижу весь потный в тельняшке и вне промокашки все, снять надо ну, спасибо Игорю еще, кстати который с Хабаровска Игорь, большое спасибо вдруг посмотришь этот сюжет за мотор, за отличную скорость доставки феноменальна не Москва, на Дальнем Востоке люди умеют работать и нашли все-таки я изначально хотел брать 4-х такник 3,5, потому что у нее тяги поболее все-таки он как бы, ну, 4 такта, 4 такта клапана, масляный радиатор весу побольше, 17 килограмм ну, как бы, ладно тут он тянет, конечно, получше как бы ну, хотя и он там на 3-х такнике 3,5 именно ой, тьфу на 3,5-4 такнике можно винт побольше встать соответственно как ни странно, на глиссер есть шанс выйти и тянуть будет лучше ну, то есть, ну, это тоже, в принципе за счет запаса мощности 92-й бензин, то есть, если 5-й залить будет пошустрее и плюс сейчас он с маслом как бы, то есть, соответственно ресурс процентов на 10 можно еще поднять скорость, это 10, это ну, 1-1,5 километра в час как бы, это все равно играет за счет загрузки еще нос утяжелить там еще у меня майка под низу ну, вот люди тоже пакостят, видят с рыбалки осталось спутин с осенней, скорее всего увы не берегут хотя такая красота тут сделать парки на этих курсах делать сервис потому что а, у нас вместо этого топит гэс то есть, вот, закидывает туда деревья и это представляете, да это не 10 метров была вода эти деревья стояли еще метра на 2 в воде то есть, ужас то есть, сейчас если 4 метра там где-то 5,5 6 метров это вообще как за здрасть а в том году 9 было официально надеюсь вы довольны не зря посмотрели сюжеты эти пишите как ни странно может лодке даже крылья нужны парочку направляющих для устойчивости курсовой ну, хотя она устойчива конечно нормально курсовая устойчивость у нее плюс тут питерцам надо отдать должное но так же хорошо она прям жопой чувствует как со стороны бы снял как она уходит в вираж с диким креном каким-то просто и как бы уже тянет вниз то есть, если вы выше среднего роста то есть, я вот 176 и как бы с антритяжести чувствую что я улетаю вниз просто ну, трансовая вот все-таки на мой взгляд высоковато стоит то есть сантиметров бы на 5 ниже жопа была было бы как-то это приятнее ну, тут нюанс тут его либо пластиково делать зато неудобно вертеться на нем то есть, для коротких покатушек хорошо на длинных ну как бы может даже хорошо на рыбалке никакие сетки там спиннинги цепляться не будут это вот я закрепил простейшим способом кольца мне еще воткнули это, конечно, отдельное как мне их воткнули крепежные то есть я просил вот здесь вот кольца сделать они мне их воткнули вот вовнутрь то есть здесь вот ну, где-то почему не по вертикали даже и не сесть жопой на борт и ничего не привязать ну, то есть как-то тент не натянуть причем вроде по чертежу размер правильный между ними а воткнули вообще не туда я боялся что вот эти кольца будут подтоплены то есть надо было вровень с основными делать ну, как бы кто знал насколько она будет сидеть в воде то есть сидит вообще ну, сами вот посмотрите реклама тайм-триалу но заголовок останется сделали лодку за 5 недель с учетом что не работали они доставили тоже быстро транспортная компания ну, около 2 месяца получилось с доставкой то есть сейчас, конечно подольше ну, как бы радует на солнце единственное перегревать нельзя то есть на солнце чтобы это спускать если сейчас вот жара начнется то тоже следить надо это вот проблема надувных что перепад температуры как бы чтобы не расклеилось потому что на 60-70 градусов клей начинает ползти особенно касается надувного дна там и прочего ну, а в остальном суперски все значит, я что сказал транец чуть-чуть назад сдвинуть да чтоб я до ручки дотягивался удобнее сантиметра на 4-5 чудин амур при тихой погоде приезжайте сюда покажем все расскажем если у вас фашизм электронный не заканчивается и в горы свожу и много чего тут есть интересного забрался вот наверх на заломы пофот острова то есть вот тут промоены видите холмы песок неравномерно бревна огромные тут прошел катер и начала забивать волной сдвинуло судно бегу вот с этого залома вниз обратно ой ой блин он главное что его сбивает ну сейчас все внутрь а блин да вот собака и песок летит ну вот что ж ты зараза ну ладно не минутой покоя а катер уже туда вышел он еще один маленький нюанс немножко швейцарского обязательно нужно брать с собой ключ на 12 12 13 это как бы обязательно потому что в транспортном положении закрепляется винтом на 12 и вы его не снимите никак ну то есть либо расслабленным перевозить сами понимаете вот он транспортный винт вот оно его ослабить надо так подтянуть я хотел вот это вот чуть-чуть да пружинку регулятора чтоб он так не гулял сильно потому что раз и уходит как-нибудь чересчур накажет легко вот так большой волне чревато фильм а вот идет выхлоп ты здесь значит кавитационная плита должна утоплена быть на 2 сантиметра потому что водяные вот тут вот прорези забор воды выхлоп вот иначе 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 просто помпа не будет ну то есть вот сливается там все видно резинка сейчас покажу некогда было посмотреть я настолько блин увлечен был процессом движения перекат да ветер там вот резинка выходит вода все второе мне интересно сколько бензина вот романтики парус не терзая винтами воды идет ходка против течения десяточку дает там три человека яхлоп у нас люди тоже фанаты на горной речке увы это это не метод вот я уже на средине амура тут вид тоже красивый горы но ветерок и течение ну волна фигня мелкая конечно но все равно есть волнение так легкая совсем ветер попутный сейчас на ту сторону грибу там дача моя за той сопкой ну моя условно в общем дача Мамкина вот мост через Амур полтора километра там вон встречная идет лодка и прочее и прочее что она так гоняет непонятно зачем-то на меня курс взяла хотя куча всяких как бы этих самых съемку прервать потому что катер этот пер прямо на меня ну уроды кончены при этом нету спасательных жилетов сидит 4х ряблин как бы прет вот вообще разойтись нормально не может и волну он поднял вот опять на холостом короче сильно жопа затяжелена то есть даю газ зарывается зад вот сдвинул чуть-чуть вперед надо сидеть где-то на уровне сантиметров 20 при такой загрузке но совсем легкий она зад зарывается мотор просто закапывается в воду и как бы тянет воду за собой а эффект маленький так бы можно было лучше выйти на глис ну насиловать его пока нельзя то есть обкатка 30 процентов режим 10 10 5-10 минут газанул 30 процентов холостой ход перемешку с этим первый час холостого хода уже проработал сейчас можно на 30 процентов нагружать в общем по чуть-чуть ну я вот сейчас хочу перезаправиться то есть пристать где-то там тоже глянуть там песочек ну там единственное из-за наводнения много всяких палок умершие деревья соответственно не везде дно как бы аккуратно подходить можно чтобы ничего не поймать там не в мотор не в винт вот он тянет воду просто я так не держусь рукой а равновесие это по привычке как каяки а тут немножко по-другому надо я коленками убираюсь тут надо по-другому немного реагировать и плюс ручка туговато что-то сейчас вот перетянул вроде умереть чувствуется то есть катабайт до солидный корабль конечно как нам рекламирует вставать в полный рост на нем это все из серии трюков не для этого он сделан он сделан несколько для другого для того чтобы взять унести уехать уплыть куда-то и там где не пройдет другая лодка этот вот проползет хоть на пузик его перенести можно плюс движок дает некую плечо такое по течению прочь и все можно в одного сделать практически что я собственно и доказываю этим роликом то есть почему так может и хорошо что товарища все вступили потому что когда меня никто не вез можно было заказать такси конечно приехать там за 200 рублей ну как бы не хочется тем более на кси не подъедешь удобно обратно можно иначе какой же я перед первым помаленьку я подгребаю он бакен уже ближе к его не здесь все равно мне просто отвлек товарищ по телефону смс кишки он уже видно машинке держу курс черта притоплена трава он там лодка стал не хочу я к той лодке чуть-чуть выше на я боюсь что у меня может бензин закончится вот пойду вот так вот там если чем на веслах под гребу в крайнем случае он туда вниз там чтоб меня не унесло на хрен сейчас ближе к берегу надо подойти а там видно будет ну вот тут видно основной форватер амура вот я сюда ходят крупные глубина 18-20 метров как бы солидно волны хорошие самое узкое место за 400 километров следующее узкое укропаровске какие скалы какие тени просто ляпота чего не радоваться но эти гады вот не дают людям жить не дают пользоваться домики вот эти вот про которые я говорю курятники за них пытаются драть кита бешеные налоги я китайцам халяву лес вырубают которым грибы белые ягоды все земляника было раньше в общем одиссея шикарно ну вот мои зрители дорогие я на том берегу амура на право на том где хабаров стоит вот он мост дорога пойдет на хабаровск он едет состав с угольком перетяжеленный грубит я не сильно рад потому что я вижу мертвую рыбу причем я отъезжал когда тоже увидел там пять толстолобиков мертвых явно отравлены то есть рыба чистейшие в одежде живет есть безобидно и если вот они опять доктор посмотрите только что буквально 3-4 дня до чайки вороны глаза выклевали вон еще один то есть вот и все он берег еще один то есть вот представляете что творят они законы рыбалки принимают олеша росманов там выше золотой комбинат в амурске видимо вот сливает яд как и похеру на всю пока тут барана вирус пока кричат о каком-то мелком зле очень нарушает большое зло творится нагло без наказа он дальше могу там он 3 там в одном месте просто там крутит вода и там их вы видно как выбросил много явно это не китайцы потому что они не доплыли просто тут бы если с китая просто было бы усеяна духа но такого я не видел прямо за всю жизнь на амуре но бы ему для самой плети умирали с китая рыба чистейшая толстолобик она как раз вот по той стороне протоки там она живет она как бы не в самом большом муре озерах в амуре то какие водоросли не особо а вот в озерах во всех вот этих протоках и амурск на той стороне выше комсомольска привет серёг вот мотор вот лодка кто за это ответит непонятно путинским вода как с гусей с этих сволочей убиваясь убивают природу убивают воду убивают планету убивают на нас и хотят чтобы им ничего за это не было я не он видите ну ладно москве это не видно москва видит только один знаки а мы живем на реальной земле да мы видим это все меня болит сильно 8 не какие-то браконьеры браконьеры сока рыбы они конечно тоже гробят но но эта рыба явно отравлен возникает вопрос от рыбы которая даже не умерла до сазан карась стоит ли ловить сейчас здесь вот такая экология не швейцарское озеро ну вот можно на дачу сходить он там зато он раньше вот там вот за тон где ко мне приставали паром когда не было моста построен сорок пятом к войне с японии запустили движение либо зимой навораживали напрямик шла три километра дорога бревна кидали на них наливали воду то есть такая технология чтобы держали вагоны ну не сильно большие конечно вагонов по 10 по 15 ну половинкой тепловоза маневрован у тягала хорошо общем и вот станция пиванч она уже заброшенная пусть мост уж восьмидесятом году построен когда олимпиада времена моего детства а восемьдесят ром построен автомобильные 50 лет города и это был год коммунизма когда у нас снабжение было как москве даже лучший шоколад и всякие тушенка сгущенка там деликатес из которых там сроду не видели ветчина там и прочее вспоминая на время а потом все полгода и она исчезла ну пожили неплохо спасибо брежневу партия умела делать людям праздник еще все охреневали думали что это будет продолжаться вечно ты сначала хапали потом никаких очередей на шоколад смотрели то есть вспоминаю это вот было когда я наился хорошего шоколада конфеты ассорти там не какие-то батончики там соевый молочный а настоящий горький ох а вода чистая при всем при том и говорю вместо того чтобы делать пляжи вместо того что поздравить людей рыбалку спортивную там прочее прочее рыборазводное хозяйство вот это вот хищничество сплошно написал сейчас магазин отзыва моторе сказал все хоккей сейчас буду его заправлять бензин разведен в принципе уже жук достаточно еще одну заправку и собственно поэтому причалил сделать заправку наверно покушать надо не знаю сколько я что-то так счастливые часов не наблюдают поэтому время время ну и погодкой конечно все это хорошо что облачка потому что даже в баллон я садился вот даже сейчас он жаркий зря не взял солнечную батарею ну ладно можно было я так набрал груза и так дохрена репетиция несомненным достоинством конечно лодки является ее просто отменительные габариты размеры то есть при этом она ну так компактно отлично волнею конечно наклоняют но вот сразу раз вот вам столик пожалуйста здесь можно колбаску с черным хлебом с горчичкой с чаем с термоса наверно коляска конечно смотрится супер во всех принимает никто не понимает что это едет подплывает поближе посмотреть погода такая же классная сижу полчаса уже кайфу просто обалдеть поработал разбавил топливной смеси заправил до полного экономичность великолепную моторщика то есть не засек я сколько я шел что-то мне неинтересно стало все эти измерения в общем сильно долго я шел в мечте в том году не получилось так уже но надо было просто из-за того что сильно долго лодку делать поэтому а зачем тогда мотор и все остальное а в этом году чуть не сорвали вот эти вот с барановирусом господа ну как они не старались напакостить как видите жизнь кипит чай с лимонником и смородины дальневосточный все знал что все свое в общем полный как еще не жара нет комаров нет машки ну такой амур нравится столько радостного народа если бы этот народ еще не учудил вел себя адекватно вообще был хорошим но с этим тяжело поэтому я люблю места пустынные звери они как-то доброжелательные предсказуем особенно медведи и кабан лось эти тяжелые ребята те могут и по лодке протоптации рогами на тебя пойти особенно в гонным тогда и медведь дорогу уступает ну а кошачьи рыси тигры эти сама парились эти наоборот тянутся к человеку особенно тигрицы а по простой причине что те же медведи к человеку не порутся и с детишками они чувствуют себя защищение рядом с человеком то есть военная хитрость никто не будет искать потомство там где она под защитой а вот самцы те наоборот одиночки ходят там где людей не поэтому увидел тигренка подумай что рядом может быть его мама либо это мама напряжется а рядом дети но на своих они не нападают даже наоборот минус существует симбиоз и прекрасно уважают право в отличие от тех же медведей которые иногда тоже делить начинают территорию так правило медведицы причем и соответственно всякие эксцессы но это бур и сколько лет живу встречал одного неадекватного медведя но он был очень старым просто по причине того что пришло время умирать и он решил грибниками пообедать и ничего у него нет вернее ягодниками но не получилось хотя сожрал у нас ведро ягоды собраны видимо нам пришлось оставить просто сделать ноги сбросив лишний груз я его не видел видел товарищ как бы верю со слов я видел следы только слышал как он ворчал потому что ссыклив потому что напрямик на людей выйти в нем смелости тоже не хватало засаду устраивал кедром станет сунзу видимо искусство войны достигнуть противника врасплох если вам мой трёп не надоел можете что-нибудь писать там вопросы и прочее ручка удобная надежная большая уже солидная то есть не такая вот чем троечка не понравилась у нее ручка именно простейшая микаска который двухтактный ручка щелкать в общем не фонтан это она такая здесь рупель на его класть можно то есть мотор когда кладется на землю или перевозки кладется на румпель с этой стороны потому что там краники бензогаз ну и удобная ручка крепкая плюс на нее стандартный удлинитель уже подходит ну надо брать на минут 4 все таки чтобы загружать по-другому и удлинитель соответственно центровочный все остальное резвость хода разгрузить потому что я 80 мотор ну грубо говоря 20 стольник на корму 150 свободно там 30 килограмм бензин спальные мешки и все даже топорами камеру надо включить тора тавказ у четверки поднялся я выше моста вот створ так секундочку что-то я ну тут течение охренительное просто самое узкое место вот во первых волны на максимуме еле прошел но течение такое что вот я на холостом стою и меня сносит чуть-чуть подгазовывать приходится потом пришлось включать полный газ жаться к берегу но все равно волна хорошая но по волне она лучше идет даже чем по гладким не хочется лишнего газу давать но вот на 30 процентах не получается вот эти вон там поселок хауба короче нижняя капер с моими знакомыми должен напротив быть но я что не вижу под тем берегом бинокля нет ну я вот так визуально белый катер не вижу может ушли может где-то за тихорились я что-то не вижу я думал они вон под тот остров пойду он дальше там вот амурс где сопки вот здесь улова тут в улове может даже течение меньше потому что выходишь вот на границу просто дичь и она еще крутит амур и к конечно опасная этого час тихая погода но здесь как бы сужение всегда такое вот а штормовую тут просто бывает жестоко ходил я как-то штормовую на байдарке под мостом ну делать было нечего ну как бы не сильно штормовая ну крепкий ветер прямо скажу но он был попутный было веселее по течению проходить ладно даю газку ну смог я конечно да жарко солнце начало жарить 25 это точно можно же 30 надо уже снимать тельник люди вон сидят загорают но я как бы не загорать приехала трудиться тут уже конечно лет ну вот белого катера достаточно большого морского не вижу нихера где он куча рыбаков вижу катера не вижу что-то говорил говорил не понял снял не снял вот называется говорил не понять куда и с кем а говорил про то как тяжело проходить у моста было но просто моторчика не хватает и плюс волнение конечно волны там и плюс встречные были суда ух где-то 70 процентов самый оптимальный полный газ ничего не дает значит неправильно винт загружен я под изменил немного конструктив на один шплинт но вроде веселее пошла и повыше поднял мотор вот такая вот самоизоляция короче реальная жизнь реальная все без 15 5 ничего так времечко идет ну удивительно экономичный движок бака при малом газе вообще надолго хватает часа на два то есть вот даже два с половиной на его прокатать не могу все молочу молочу но сделал я еще где-то километра три два километра амур с половиной и поднялся где-то на два километра ну так по этой самой по диагонали а он сопки появились перейди вот видно если специально сейчас на холостом стою на 10 течения поменьше там идет основное поэтому а тут протоки да ну вот чуть ближе начинает бить ну можно потихонечку в общем телепаться хотел я вот на тот песчаный остров пока есть красивый остров напротив поселка халб смотаться просто ну вот палатку я не стал брать зря наверное можно было с ночевой конечно потому что надувать лодку заново как бы она пофигу конечно ну есть тент в принципе палат спальник есть палатка нафиг не нужно коврика нет ну надувную я взял они взял я надувную тоже выложил как бы понял товарища не будет не стал нагружаться ну вот сейчас веселее лодка идет за счет того что угол поменял на одно деление поднял как бы наклон самой оси мотора она его уравняет вертикально и уравняет вертикальной европа вот видно нет я сам потом буду смотреть конечно вот опять он начинает тянуть воду но вот где-то на 70-80 процентов выкручивается вот он идет а она прям весело так бежит вот может винт такой мотор просто мощность колоссую крутит прироста нет может бензин залит маслом когда масло будет меньше будет по веселье волна скорость не ахти но не машина но с другой стороны для такой вот шаланды очень даже прилично это особенно вниз по течению ну и плюс подруливать на тяжелых местах можно как ни крути ну вот вроде катер стоит если это не они то я не знаю где их искать вот я на него курс держу вот белый на телефон не отвечает выше там уже чувствую я сгорю сегодня оказалось в общем катер не тот поэтому программа опять меняется перехода в общем херачи ему на тот первый остров там делаю разминку то задница у меня уже плоской от этой короче вот минус это вот сидеть на этой баночке это что-то я на ней сижу уже пять часов вот это покруче будет ну как бы увы а база перекоры и потом или ночевка или переход на втором острове это не катер они уже спустились обратно к комсомольску короче ну чё тут минут двадцать коростная корыта он не моя красоти наступила тишина это вот по колено глубина и метров сто она вот но не 100 может 30 точно я вот как чуяла моторе подошел вырубил поднял и началась вот это вот этот это вот все что добавила нам наводнение острова она закрывает смывает но остается в общем это все сейчас прогретое уже общем честно говоря хочется искупаться просто вот чайки летают рыбки не видно ну рыбку потравили катер придет не придет абсолютно по хрену куча машин по той стороне а здесь никого не можно конечно выше на остров подняться ну а жалко бензин б задница плоская просто задница просто плоская от вот чаще у него хорошо да у катабайда я по весь поднял то есть при желании можно вот в одного тащится спокойно даже с мотором ну а в двух вот удобные ручки конечно это супер я вот ручки кстати оценил сразу за ручки респект честно говоря думал что надо было вторую сделать другого края ну так что переносить меньше геморроя было в общем нагар странный нагар какой-то на масло 4 отожму я его чуть-чуть ничего так в общем кораблик в общем я не думал что мне нравится не будет так этом вроде лодка выше да стоит но дров нет только хотя у меня есть газовая горелка не думал я ой жарко сейчас я сниму все секунд блин вот снял тельник ну жарко правда с утра было прохладно сейчас честно говоря можно конечно разуться вылить воду преть в неопреновых тоже плохого плохо их не взял я полотенца ну опять таки покатушки были вообще максимум до косы городе там пол километра максимум туда обратно по кругу а вот в итоге переросли в экспедицию на малом газу в общем связка катабайт моторчик неплохая я не скажу что что-то я просто ничего не пробовал другого крутого ну вот видите насколько я поднял да и надо поднимать еще мне кажется сантиметров на 10 то есть на глиссер он выходит но я тут еще сейчас эксперимент проведу то есть поднял ладно не буду показывать да я скажу что вот палец 10 сантиметров от миллиметров на десятку я поднял но плита все равно вот заглублена она вот вот так вот то есть вот эта штука вот приходит то есть погружается но чувствуется точно но знаешь он выходит более-менее экономичный режим и на одну дырку на один шплинт я наклонил на два мне кажется сильно уже будет но попробую сейчас именно для этого режима то что получается что большое сопротивление ноги в воде и она как бы жрет на скорости начинает жрать кпд и заглубляет задницу ему то есть эффект хотя выталкивает вот так со стороны не видел мы волна идет уже вот с третьего кольца раз два из из кормы считать 3 то есть вот отсюда на то есть два метра идут практически на глиссе то есть вот этот вот два на один метр опорный пятачок практически вот она вот то есть два на метр поэтому с учетом что она там на конус еще сделано то есть ндл как бы ну хотя она вроде ровно и она уходит вверх баллоны вровень с баллонами вот видно из ну тем не менее и винту шагу все-таки не это надо ему семерочный шаг на шестерочный мало то есть он низко низко ну так и задумано низкоходный на широкую лодку то нормально вот это вот узенькая она хорошо очень на майка как я называю принципе то есть разогнать до 15 я думаю можно километров может даже до 18 там как масть попрет потому что тут чувствуется кумулятивный эффект плюс бензин плюс это самый ну не замерял я мне лень смотрите какие сопки красивые какое усё какое небо голубое как противно чайки кричат но я им рад противным там дым самурская и отрава но здесь вот поэтому берегу вода чище потому что тут горы с озер стекают ручьи поэтому даже набирать на питьё на листой стороне можно вот сейчас обещают может привезут если придут они киш на катере тут не подойдут потому что тут коса им надо он туда дальше но я еще за ними то схожу он ее видно мелкая вода вообще тут вот на шнурке ходи на веслах на шнурке как надеюсь я экскурсию полную составил да просто чайки за меня вот все вам расскажет хочется поделиться прежде всего позитивом да ой чё-то тут запотело опять ребят извиняюсь а чё это на так острова на амуре сейчас не жарко кажется идешь а в жару вообще когда жара тут просто невозможно они раскаленные то вот кофе можно жарить яичницу и ожидать появления верблюдов и прочих миражей а сейчас просто обалденно то есть вот заливчик мелкий тут вода она так дренирует прогретая солнцем градусов 18-20 парное молоко короче вот пытался дозвониться не знаю катер пошел может знакомый может нету как бы хер в принципе игры вот на этом острове вставать но чё-то он куда-то это ну и вот и вон второй остров между ними то есть это вот малая вода все как бы так то тут она текла то есть это вот не прокапывается замывается пошел амур протоками островами то есть тут надо знать куда но это мы ходим вот по этой стороне на байдарка ну можно и сюда конечно ну как бы тут судовой ход там вот идет основное как бы русло поэтому доход замедлил может и они ну ладно станут станут подойду устал я походить хочется там машинки поселок этого 13 километров от города мост уже достаточно далеко обычно это день перехода последнего на байдарке ну полдня обычно так часов 56 да тут вот такие пространства что бинокль конечно нужен потому что расстояние что-то увидеть просто ну и горы вот просто облака горы вот видно фантастическим там дождь идет все затянуло ту затянуло ту когда я отплывал они были видны красиво да и снег был а сейчас все тучки опять потревожил чайка не считаю что это их территория но ничего привыкнет что яхти по пришел лишать жратвы и армут теперь вот вечер значит путешествие катабайт микасой плюс 4 воды вот это завершается практически переход вот этим столом короче вот пришвартовались взял на абордаж какой-то в общем катер но самое но самое главное я вам не покажу потому что она там за кадром король вот такие вот нептуны пока еще розового цвета еще никто не зеленый только вот камуфляж здоровье в общем вот такие вот дела он там дымит амурская т.д. моглой ушел в тучи чалба еще видно но и вот сюда голову чалбу можно увидеть вот полторы тысячи метров на его мост и тишина пожалуй это вот будет финиш в общем рекомендую trial плюс катабайт универсальный корабль крейсер но не доделанный конечно нет доделать 4 метровый то есть его надо обтачивать под ваши дела все что-то фантазировать уж сами смотрите для чего хотите не забудьте взять к нему электрический насос и где аккумуляторы для катабайда взять я вам показал дальше пара штук есть потом я не в этом сезоне уже пока не придут я делать аккумуляторы не буду на следующий сезон кто планирует смотрите может кто сам сделает видосы были чуде на мур в общем любой погоне но вот при летней когда нет комаров и мошки он просто фантастический здесь вот кстати озеро за вот эти вот холмом корабль везет наш лес китай наш лес везут каждая баржа 3000 тонн но они явно с перегрузом это старые баржи песочные знаю потому что батя такие толкал на толкаче и где-то четыре с половиной выходит озерный толкач четырехэтажный 1000 сильный пердит вон 400 километров до китая кто-то стал богач один час за куляцию пошел катя не могу не снять вот пейзажи солнце зашло минут пять назад ключах была красная принципе не должно быть плохой погону но вот идеальный шлик все шел я под той собка сейчас пойду левым берегом пообщался с друзьями с коллегами они завтра по утряне возвращаются а я как бы решил утром солнца нет роса лучше сейчас все обсушить помыть испытательный поход тем более плохой прогноз но явно вот с севера тянет туча оттуда северо-востока с якутии поэтому да значит надо подзатянуть чтобы не было циркуляция все понятно идет опять состав он сумасшедший короче все но еще не заканчивается много интересно еще баке на носу до ходит циркуляцию надо под затянуть слегка вот остатки зари